Доброе утро! Да, сказать, да? Ну, все, давай. Оп, доброе утро. Приветствуем каждого из вас, кто только что присоединился к нам. Тем более, что мы не зря вот так с Ильей сейчас столкнулись в прямом эфире. Ситуация-то из ряда вон выходящая. Действительно. Смотри, ты заказал в интернете какую-то вещь. Заказал ее не просто так, а потому что там акция была. Ну, ты ж по нормальной цене в любой момент мог купить. Тебя долго мурыжили, деньги забрали, а через 10 дней отменили покупку и потом сказали, ну, может, снова перезаказать. Но цена уже будет обычная. Несправедливо? Несправедливо. Что нам об этом будет говорить закон, узнаем у нашего эксперта-директора Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей, Янины Голубевой. Доброе утро. Доброе утро. Ситуация абсолютно реальная, поэтому наверняка она еще в процессе. Как она сейчас развивается, на какой она стадии, и как вообще в этот момент быть? Ситуация не только реальная, но она не единична. То есть такие истории мы уже проходили. Особенно мы их проходили, когда вот этот период санкций для нас был такой неожиданностью, да, и некоторые продавцы не могли исполнить свои обязательства. Мы по таким почти объективным причинам, скажем так, да. Вот. Что делаем в этом случае? В этом случае, конечно же, констатируем факт нарушения прав потребителя. Что такое договор? Ну, соглашение между двумя сторонами, который платит второй. Да, когда стороны соглашаются, я тебе даю, а ты мне платишь. Но в этом договоре решили условия. Какое? Условия. Да, конечно. Та сторона говорит, ты мне платишь такую-то сумму, и я тебе в такой-то срок товар передаю. И условия договора нельзя нарушать. Это нехорошо, это плохо, это наказано. Но аннулировать же можно по каким-то причинам. Нет, когда у нас правоотношение вступает потребитель, то есть человек, который покупает товар для личных бытовых нужд, не для предпринимательских целей. Односторонний отказ от исполнения договора той стороной, стороной предпринимателя, запрещено категорически. В любом случае. Нельзя, только если это установлено самим законом. В данном случае законом не установлено, поэтому договор надо исполнять. А какие получаются ограничения? Ну вот закон какой? В каких получается рамках, что это законно? Например, перевозка. Когда опасно вас перевозить. Когда, например, у судна обнаруживается какой-то страшный дефект, который может повлечь какие-то очень плохие последствия. Ну или погода, например, плохая. Например, да. Да, да, да. Ну это вот такой пример очень показательный, да. Но здесь, видите, здесь не просто воля стороны, что я не хочу тебя вести, да. А здесь как раз какие-то обстоятельства, которые мешают это делать, и с целью безопасности потребителей такая норма есть. Поэтому понимаем, да, насколько все строго. Та сторона, если ты взяла на себя обязательство, должна его исполнить. А если ты его не исполняешь, то должно доказать, что ты не исполняешь вследствие непреодолимой силы. Вообще непреодолимой, вообще никак, да. Да, чрезвычайно непредотвратимой. Вот. Как правило, такого не бывает. Поэтому мы говорим, продавец плохой. Продавец пообещал, продавец сказал, да, я вам доставлю. А потом сказал, нет, я не буду это делать и возвращаю деньги. Так вот, даже факт возврата денег потребителю не влечет никаких последствий юридических. Это позиция не только наша, это позиция Верховного суда, да. А поэтому договор нужно исполнять. Мы об этом говорим продавцу претензий, мы говорим продавец, ты не прав, мне товар дико нужен, я готов подождать. Но по той цене, по которой я оплатил, я не хочу доплачиваться. Тут же что получается? Тут получается какой-то шантаж, да. Я тебе деньги верну, если хочешь, доплати, я тебе его привезу. Товар-то есть. Угу, но нет по такой цене, по которой я был изначально заявлен. Да, и поэтому мы говорим, нет, давай вот все-таки привези мне этот товар по этой цене. Бывает так, что потребитель говорит, слушайте, я не могу ждать. Я этот товар заказал, ну, например, в подарок, там, да. Или в отпуск, например, уезжай. Да, да, на день рождения. Ну, или, в принципе, он мне нужен прямо сейчас, прямо здесь. В этом случае мы говорим, хорошо, поскольку здесь претензия, нужно долго ждать. Какой вариант? Можно перезаказать, но убытки, понесенные в связи вот с таким неосновательным расторжением договора в одностороннем порядке, мы их взыщем. Ну, потом товар вы получите, а потом начнем процесс по взысканию убытков. А убытки какие? Разница между ценой. Вот, поэтому потребители, для которых принципиально, для которых важно, для которых важно должно быть всегда, потому что это же наши права, и когда оно решается, наши права должны реагировать на это ответственно очень, по отношению к самим себе, к своим правам. Приходите, мы поможем права восстановить. Вот самое, понимаешь, самое вот для меня, если честно, сложное, это же время во всем этом разобраться. Согласен. Время – это, безусловно, главный ресурс. Но у меня вот такой вопрос. Маркетплейс иной раз выступает просто площадкой. А мы сейчас говорим о продавце с вами, не про маркетплейс. Ну, интернет-магазин, я имею в виду, интернет-магазины иногда просто являются площадкой для того, чтобы там размещался другой продавец. Можно ли в таком случае привлечь к ответственности сам маркетплейс? Зачем? Потому что он… Скорее всего нет. Если вот оферта, да, которая размещена на самом сайте вот этого маркетплейса, маркетплейс в законе именуется владелец, агрегатор информации о товарах, вот такое сложное название, и он берет на себя ответственность, тогда да, но, как правило, не берет. На самом деле сейчас обсуждается очень на таком серьезном же уровне как раз внесение изменений в законодательство относительно ответственности маркетплейса. Вот что получается? Получается, маржа у них неплохая, да? Получается, размещают они огромное количество информации о товарах и о продавцах. И очень нередко бывает так, что продавец, который сидит на маркетплейсе, а маркетплейс за это получает деньги, он мошенник, например. Да, такие истории до сих пор есть. Или он однозначно продает контрафакт, и маркетплейс об этом знает, а потребитель не знает. Вот, поэтому здесь вот ответственность маркетплейса, она такая очень условная, он отвечает только за информацию о продавце. И ту информацию о товарах, которую он размещает, но при этом он взял на себя ответственность за несение этой информации. Да, вот так сложно. Но, смотрите, вот вы говорите, времени жалко. На самом деле, вот у нас в Екатеринбурге существует абсолютно уникальная история, когда вы можете нам написать, вот в наше муниципальное учреждение, не выходя из дома, потратив там буквально 15 минут на то, чтобы сформулировать мысли и их изложить. Получить в ответ уже не только совет, но и готовую практически претензию. Поэтому времени тут не так много вы потратите, я имею в виду на разрешение спора. А деньги получите все равно рано или поздно. Последний вопрос, является ли переписка в любом мессенджере, либо это на базе самого интернет-магазина, либо это мессенджеры социальные, перепиской официальной для того, чтобы я как потребитель пришел и сказал, мои права нарушаются. Будет ли это информация? Это доказательство, естественно. Если мы пойдем в суд, то оно будет рассматриваться в совокупности с другими доказательствами. Но у нас даже судебные прецеденты, когда ок, посчитали согласием на. Да, есть такое уже. Это, конечно, такие случаи редкие. Но тут главное правило. Взаимоотношения нужно выстраивать с продавцом. У нас очень многие потребители вступают в какие-то переписки длительные с чат-ботами, с интернет-помощниками электронными, с маркетплейсом. Маркетплейс долго отвечает, говорит там чего-то там, рассказывает, да, пытается вроде как урегулировать спор, а в конце потребитель получает письмо. А ты что со мной общаешься? Продавец виноват, я не виноват. Поэтому можно сразу же выстраивать именно взаимоотношения с продавцом. Если вы не знаете информацию о продавце, то запросите ее у маркетплейса. А дальше уже в письменной форме, да, перепиской. Лучше мы говорим все-таки претензии, а вот эти все взаимоотношения выстраивать. А есть какой-то срок по ограничениям, ну вот этих вот претензий в законодательстве? Мы всегда пишем, когда говорим, например, да, исполним мое требование, мы устанавливаем срок, который установлен законом, если в законе нет, мы берем условные 10 дней. Да, в течение 10 дней просим вас, требуем передать товар или требуем возместить убытки. Ну вот так. Спасибо вам огромное, что пришли. Бесконечно интересный разговор, как обычно. Совершенно невозможно оторваться. Еще вопросы, вопросы, вопросы у нас. Но мы должны двигаться дальше, а вас приглашаем, конечно же, еще раз. К нам в гости рассказать о чем-то очень животрепещем и касающемся абсолютно всех. Согласен. Напомню, у нас в гостях была директора Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Нина Голубева.